Ветер, я Заря-1, зажигание! Компания, передлично, продолжаем полёт! Свою первую звезду, красную звезду, Дмитрий Ильич Козлов, получил летом 1944 года. Приказ датирован 4 июля 1944 года. А всего неделю спустя, 12-го, лейтенант Дмитрий Козлов получил своё самое тяжёлое ранение. Осколок раздробил предплечье, почти целиком оторвав руку. Так много звёзд теснится в раме. Меж переплётами окна, они сверкают вечерами, как золотые письмена. А вот самой первой наградой Дмитрия Козлова была медаль за оборону Ленинграда. Особая медаль, совершенно особая. Нет, Ленинград не был для него родным городом. Он родился в станице Тихорецка, в Краснодарском крае. Но в Ленинград приехал 18-летним юношей, чтобы поступить в военно-морское училище, о котором мечтал с детства. Увы, в училище его не взяли. Подвела уже тогда сильно развившаяся близорукость. Но неудача не остановила юного мечтателя. Он подумал и подал документы в Ленинградский военно-механический институт. Раз институт военно-механический, значит, речь идет о военной технике. Это мне подходит, решил он. А уже 1 июля 1941 года студент Козлов, недавно окончивший 4-й курс военно-механического института, и вместе с еще несколькими однокурсниками подал заявление о зачислении его во 2-ю ленинградскую дивизию народного ополчения. В июле 1941 года ему, студенту Козлову, было неполных 22 года. Позади были школа и 4 года института. А вот что ждало его впереди, этого не знал пока ни он сам, ни кто другой на свете. А впереди его ждало скорое боевое крещение на Лужском рубеже, в 120 километрах от Ленинграда. 10 июля ополченцев высадили на этом рубеже, и прямо на них опустились немецкие десантники. Многие погибли уже в первые минуты, а тем, кто выжил, винтовки и патроны раздавали здесь же, под огнем противника. Вот такая она медаль за оборону Ленинграда. Особая медаль, совершенно особая. Ее нет на этом портрете Дмитрия Ильича Козлова, который смотрит с бокового фасада одного из домов на улицу Новосадовую. Но она всегда была в его сердце. Сердце, которое много раз могло быть пробито в 41-м, в 42-м, и в 43-м, и в 44-м году. Но оно не было пробито, потому что и Дмитрия Козлова, и его сердце впереди ждали совсем другие тревоги и волнения. Да, впереди его ждали совсем другие тревоги и волнения. Но сколько бы ни прошло лет, из памяти Козлова так и не исчез один эпизод, свидетелем которого он стал в самом начале войны. Когда это было? 19-го? Да, кажется, 19 ноября 1941 года. Накануне разведгруппа доложила командованию фронтом, что лед на Ладоге уже достаточно окреп. Достаточно для того, чтобы отправить в окруженный кольцом блокады город продовольствие, которого там не было. Ящиками и мешками с продуктами загрузили 10 машин. Отделение, в котором служил Козлов, включили в состав группы сопровождения. Но в тот момент, когда машины тронулись, он вдруг вспомнил, что забыл в казарме какую-то важную вещь. Вспомнил и вернулся за ней назад. Это спускаемый аппарат, предназначенный для спуска с межпланетной траектории и мягкой посадки на поверхность Земли. В таких или очень похожих на этот аппаратах будут возвращаться домой на Землю советские космонавты, ставшие первыми посланниками страны Советов в Звездной Дали. Похожим на этот аппарат вернется домой и первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Но все это будет потом, много позже. А пока космос был еще впереди. И перед теми, кто сделает первый шаг навстречу ему, стояли совсем другие задачи. Как стояли они перед выпускником Ленинградского военно-механического института Дмитрием Козловым, который в декабре 1945 года защитил дипломный проект разработки нового типа взрывателя для артиллерийских снарядов. В декабре 1945 защита дипломного проекта. А два месяца спустя, в феврале 1946, свадьба и трехкомнатная квартира на одной из ленинградских улиц. Казалось, что это и есть предел всех мечтаний. Казалось, отвоевал и отволновался. А теперь можно, наконец, пожить жизнью обыкновенного человека, награжденного медалью за оборону Ленинграда и боевым орденом Красной Звезды. Но только звездам было видней. И еще видней было космосу, который видел на своем долгом веку, кажется, все на свете. Но никогда еще не видел искусственных спутников Земли и пилотируемых кораблей. А еще не видел вот таких спускаемых аппаратов, на которых будут возвращаться домой из звездных далей земляне. И вот именно поэтому в мае 1946 года инженер Дмитрий Козлов получил новое назначение, согласно которому он должен был оставить трехкомнатную квартиру в прекрасном городе на Неве и ехать в московский городок Подлипке. А если вы не явитесь к новому месту службы в трехдневный срок, значилось в полученном телеграмме, то мы будем считать вас трудовым дезертиром со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Конструктор космической верфи» Так называется книга о Дмитрии Ильича Козлове и его соратниках, уйдевшая свет в Самаре около десяти лет назад. Хорошее название, точное. Напомним, что верфью когда-то называли место постройки или ремонта судов и кораблей, бороздивших реки, моря и океаны. Верфи и строили-то поэтому на берегах крупных рек или морей, в больших портовых городах или в местах постоянной стоянки военного флота. Но космическая верфь особенная, и построили ее там, где начнет сбываться мечта человека о звездах. Вот и он, конструктор этой верфи, тоже особенный. Не принятое когда-то военно-морское училище, чтобы стать архитектором и создателем совсем других звездных кораблей. Спускаемый аппарат, возле которого я стою, родился на Куйбышевском предприятии ЦСКБ «Прогресс». Находится теперь на заслуженном отдыхе в Самарском университете. В том самом, где когда-то Дмитрий Ильич Козлов возглавлял кафедру летательные аппараты, передавая свои знания и опыт тем, кто будет работать в ракетно-космической отрасли и в смежных с ней отраслях. Но все это будет потом, много позже. А пока, в январе 1958 года, Козлова пригласил Сергей Павлович Королев. Здравствуйте, Дмитрий Ильич. Поздравляю вас. Вы назначены заместителем главного конструктора. Моим заместителем. Собирайтесь, поедете в Куйбышев. Будете работать там моим ответственным представителем. Что ж, в Куйбышев, так в Куйбышев. Так, 28 февраля Дмитрий Ильич Козлов с группой других специалистов приехал в город, которому суждено было стать колыбелью ракетостроения. Правда, прежде чем это случится, и он сам, Козлов, его помощники и заместители, и еще сотни других людей, которые знали и не знали друг друга, будут работать день и ночь, делая одно общее дело, приближавшее будущее. За короткое время им предстояло совершить чудо, и даже больше, чем чудо, перепрофилировать завод, на котором только что производили самолеты. В феврале 58-го Козлов приехал на новое место назначения. Уже в декабре того же 58-го года на Куйбышевском заводе номер один были собраны три первые ракеты Р-7. Мы делаем ракеты на конвейере, как сосиски. Позже пошутит Хрущев, дорозня американцев. Но для того, чтобы эта шутка не была пустыми словами, нужно было совершить невозможное. Что он забыл тогда, в ноябре 41-го года, на Ладожском озере? Какую именно вещь? Этого он потом так и не смог вспомнить. «Я догоню!» — крикнул он товарищем, заскочил в помещение, схватил забытое и выбежал обратно. И тут его глазам предстала страшная картина. За считанные секунды вся колонна машин провалилась под лед. К образовавшейся огромной полунье бросились все, кто был рядом. Но из ледяной воды удалось вытащить только двух-трех человек, успевших прыгнуть за борт. Вот тебе и догоню. А ведь мог бы и он, рядовой пехотинец Дмитрий Козлов, быть одним из тех, навеки погрузившихся в ледяную Ладожскую воду. Этого не случилось. Может быть, в том числе и потому в апреле 61-го весь мир праздновал начало космической эры. Медаль за оборону Ленинграда и орден Красной Звезды. Четыре ордена Ленина и орден Октябрьской революции. Две золотые звезды героя стилистического труда. Еще многие другие награды, которыми был награжден в разное время Дмитрий Ильич Козлов. Не все из них уместились на этом портрете, который смотрит на одну из Самарских улиц, улицу Новосадовую. Да и не в них, не в наградах дело. Точнее, не только в них. Дело в том огромном труде Дмитрия Ильича Козлова и его соратников, благодаря которым чуть-чуть поближе к нам стали совсем другие звезды. Те самые, что смотрят на нации с своих далеких вселенных и, может быть, тоже восхищаются Козловым и его коллегами, которые проложили ту самую дорогу в космос. Смотрят со своего портрета Дмитрий Ильич Козлов. Смотрят на нас и на город, с которым были связаны полстолетия его жизни. Полстолетия, каждый день и каждый час которого были наполнены тревогами и заботами, трудом и новыми планами. Смотрим на него мы, сегодняшние идущие, по той самой дороге к звездам, которую проложил и он тоже. В оконном тесном полукруге, припоминая, узнаешь многоугольники и дуги Вселенной огненный чертеж. С вами был Михаил Перепелкин. Петр, я зовя один. Зажигание! Проложаю полет!